Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Иова. И сегодня мы будем делать обзор второй главы этой книги. Во-первых, в этой главе с первого по пятый стих говорится о втором явлении ангелов, сынов Божьих и дьявола пред лицо Божие и о новой клевете дьявола на праведного Иова. Это с первого по пятый стих. С шестого по третий стих второй главы говорится о болезни Иова и о его удалении за пределы города. Девятый, десятый стих – речь жены Иова и его ответ на эту речь. А с одиннадцатого стиха по тринадцатый рассказывается о прибытии его друзей. Святитель Иоанн Златоуст настаивает на том, что все испытания Иова направляются к проведениям Божьим. Действительно, Бог никогда в тех или иных испытаниях не оставляет нас один на один с какой-то проблемой, с каким-то испытанием. Это объяснение Златоуста. Своими скорбями Иов преобразует собою самого Христа, который принял на себя человеческую плоть и испытывал страдания. Эту точку зрения озвучивает святитель Григорий Великий, Папа Римский в своих моралиях на книгу Иова. Иов поражен болезнью, страдания переходят на его плоть. Внутреннее душевное терзание теперь соединяются с плотской болью, иногда как бы совсем уже и невыносимой. Об этом пишут Юлиан Экланский и Ишадад Мерфский, древние христианские экзегеты. Но при всех этих страданиях Бог не позволяет дьяволу коснуться его души. Такую точку зрения озвучивает преподобный Ефрем Сирин. Иов выставлен на всеобщее обозрение, страдает близ города, чтобы явить нам пример, как преодолеть страдания. Это объяснение Ишадата Мерфского. И мы переходим к самому тексту и читаем с вами два первых стиха. «Был день, когда пришли сыны Божие предстать пред Господа, между ними пришел и сатана предстать пред Господа. И сказал Господь сатане, откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал, я ходил по земле и обошел ее». В Священном Писании Нового Завета говорится о том, что дьявол ходит, как рыкающий лев, ища, кого ему поглотить. А здесь мы видим, что он обходит всю землю в поисках тех слабых душ, которые не способны противостоять ему. Итак, «Пришел и сатана предстать пред Господом». В первый раз нечто подобное описывается в первой главе, шестой стих. Не сказано, что он пришел предстать пред Господом, потому что сатана не принадлежит к числу стоящих пред Господом, поскольку он Господь смерти преступного не желает. И мы с вами читали в первой главе «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господом». Вот они могут предстоять. «Между ними пришел и сатана». Это первая глава, шестой стих. «Только с особого разрешения сатана приходит среди сынов Божьих и предстает для спора и встает, чтобы судить народы». Поэтому здесь во второй главе и говорится, «Когда пришли сыны Божии предстать пред Господа, между ними пришел и сатана». Предстать пред Господа. То есть, если они предстоят пред Богом как заступники народов и отдельных людей, отдельных племен, то в случае с дьяволом он не может уподобиться им. Поэтому здесь это слово «предстать», а лучше понимать, «между ними пришел и сатана». То есть, никакого предстоятельства за истину он не совершает. Он не может совершенно прославлять Бога в том состоянии, в котором он находится. Хотя внешне это выглядит, как будто он тоже предстоит перед Богом. Но предстать перед Богом может не всякий. Само древнееврейское слово «га-сатан», на это обращали внимание древние экзегеты, имеет числовое значение 364. На еврейском, на греческом, равно как и на славянском, буквы, они же цифры. И вот его имя имеет числовое значение 364. Он обходит всю землю и в течение 364 дней повторяет эти обходы. Он ищет, кого поглотить. Злой дух имеет власть испытывать человека в течение 364 дней солнечного года. Но при этом, конечно, он не имеет власть причинять что-либо человеку без попущения Божия. А если вспомнить, что он не спит, не ест, будучи духом, то он это делает еще и 24 часа в сутки. Момент его приближения к Господу, когда он смог как бы оказаться вместе с сынами Божьими, Бне-Элагим, с ангелами пред престолом Божиим, в понимании древних он, сатана, лишен власти. То есть его действия, они нелегитимны. И тот день, который имеется в виду, когда он в кавычках предстал перед Богом, некоторые считали, что это день очищения, и он кипур или судный день, когда совершаются суды Божии. Об этом дне говорится в книге Левит, 23 глава, с 27 по 32 стих. И в этот день кающемуся человеку, как понимали древние евреи, прощаются грехи, но в то же время некоторые древние экзегеты настаивали на том, что день, в который он предстал пред Богом, как обвинитель, как клеветник, это любой день. Любой день. Потому что 24 часа в сутки каждый из 364 дней он обозревает всю землю, обходит ее и ищет, кого погубить. И для нас очень важно каждый из 364 солнечных дней сохранять верность Богу. Для нас важно 24 часа в сутки, насколько возможно, все делать по благословению. И когда мы отходим ко сну, мы читаем специальные молитвы, чтобы Господь оберегал нас и в таком состоянии. И когда мы пробуждаемся, мы тоже читаем специальные молитвы, чтобы Господь оберегал нас во время дня до самого вечера. И Бог, который видит кающихся, Бог, который видит усердных, он оберегает их и не дает дьяволу возможность сбить их с правильного пути. И вот Иов – это был человек, который противостал злому духу и не дал тому осуществить свой замысел, а замысел сатана, само еврейское слово хасатан означает противник, который противостоит нам. Его цель – заставить праведника отступить от Бога. Что значит заставить праведника отступить от Бога? Бог не имеет положения в пространстве, он вездесущий. Поэтому отступление от Бога – это когда мы выходим из повиновения Его воли, Его святому закону. А когда мы начинаем исполнять закон, это приближение к Богу, если мы осознаем Его заповеди как Господне руководство к действию и стараемся следовать им. О самом дне очищения мы читаем в Писании также в девятый день седьмого месяца всего день очищения да будет у вас священное собрание смиряйте души ваши и приносите жертву Господу никакого дела не делайте в сей день ибо это день очищения дабы очистить вас пред лицем Господа Бога вашего а всякая душа которая не смирит себя в этот день истребится из народа своего и если такая душа будет делать какое-нибудь дело в день сей я истреблю ту душу из народа ее никакого дела не делайте это постановление вечное в роды ваши во всех жилищах ваших это для вас суббота покоя и смиряйте души ваши с вечера девятого дня месяца до вечера от вечера до вечера десятого дня месяца празднуйте субботу вашу это книга Левит 23 глава 27 по 32 стих но в понимании отцов каждый день пригоден для покаяния и почему в день покаяния Иом Кипр судный день евреи отказывались от любой работы разве работа особенно если она посвящена другим людям препятствует человеку каяться на самом деле это указание на то что когда ты идешь путем покаяния или я иду путем покаяния нам надо забывать о всем остальном и для нас в этот момент главный труд это совершить покаяние должным образом святитель Иоанн Златоуст в своих беседах гамильях на книгу Иова он пишет зачем писание изображает ангелов предстоящими каждый день в понимании Златоуста это не особый день не емкий пора каждый день потому что каждый день дьявол ходит вокруг нас как рыкающий лев и ангелам каждый день надо защищать нас Златоуст объясняет чтобы мы узнали что настоящее событие не лишены промысла вот почему ангелы предстоят предстоят за нас каждый день но ангелы отдают отчет за происходящее каждый день и каждый день они посылаются для управления кого кого-то дело даже если мы и не знаем ибо для этого они созданы это их труд как и блаженный Павел говорит об ангелах посылаем мы на служение для тех которые имеют наследовать спасение это отсылка к посланию к евреям 1.14 Златоуст продолжает между ними сказано пришел и сатана посмотри для чего те предстают они как ангелы-хранители защищают нас и для чего этот сатана это клеветник на братья те для служения то есть ангелы а этот для искушения те чтобы устраивать наши дела а этот чтобы извращать а для чего Господь снова спрашивает его при ангелах по необходимости потому что при них он и первый раз сказал благословит ли он тебя он это дьявол он при ангелах обвинил Иова и Господь при ангелах при втором случае отвечает ему Золотоуст восклицает о бесстыдная природа он посмел прийти еще раз 1 Петра 5.8 сегодня мы несколько раз вспоминали этот стих трезвитесь бодрствуйте потому что противник ваш дьявол ходит как рыкающий лев ища кого поглотить И вот Беда Достопочтенный в своем трактате о семи кафолических посланиях он дает такое объяснение этим словам Чем тверже говорит он то есть апостол будете вере тем сильнее будет упование на то что преодолеете дьяволовы ухищрения чем сильнее будет осознание что не только вы подвергаетесь испытанию но те самые страдания от которых вы изнемогаете являются для вас общими с теми кто по всему миру принадлежит к церкви христовой то есть с вашими братьями и тот факт что сотворение мира всегда страдали праведное да не устыдит вас перед всеми если только вы не можете их вынести вот здесь беда достопочтенный обращает внимание на такую проблему как эгоизм собственной боли как эгоизм собственного искушения иногда нам кажется что подобные неприятности могут происходить только с нами но это не так мы уже выяснили 364 дня дьявол обходит землю 24 часа в сутки он не спит ходит как рыкающий лев ища кого поглотить и если мы испытываем какие-то трудности какую-то боль наверняка может быть даже совсем близко с нами есть такие же верующие люди такие же христиане которые испытывают нечто подобное и вот то что происходит с Иовом это для нас пример это происходило открыто рядом с целым городом а то что претерпел Иов едва ли кто-то из нас хотя бы близко приближался к таким страданиям и так если дьявол публично перед ангелами клевещет на Иова Господь открыто перед этими же ангелами отвечает ему и мы читаем и сказал Господь сатане обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова ибо нет такого как он на земле человек непорочный справедливый богобоязненный и удаляющийся от зла и доселе тверд своей непорочности а ты возбуждал меня против него чтобы погубить его безвинно действительно дьявол все время промышляет что-то делает против нас против нас против нас как народа Божия и против нас я имею ввиду каждого в отдельности а ты а ты говорит Господь возбуждал меня против него чтобы погубить его без вина здесь такой образ так царь ведет себя со своими слугами и так выраженный языком человеческим суть суть в том что Иов выдержал испытания и поднялся на ступень служащих Богу из любви и способных устоять в испытаниях которым Бог их подвергает однако сатана возразил что истинное испытание должно затронуть самого человека само его тело иначе говоря награду тому кто своему творцу служит в здоровье телесном правда бедствуя и лишившись детей не сравнить все же с наградой такому человеку кто продолжает служить Богу несмотря на злые недуги и нестерпимые болезни дьявол не понимает что потеря детей для него это серьезная боль которая разрывала его иовы изнутри и дьявол хочет использовать эгоизм собственной боли каждого человека против человека вот эгоизм собственной боли это когда мы заболеваем и мы требуем чтобы вот мы лежали на кровати а все вокруг нас бегали суетились и так далее наша жизнь она является чем-то более чем хрупким в послании Иакова 4 глава 14 14 стих сказано вы которые не знаете что случится завтра ибо что такое жизнь ваша пар поднимающийся на малое время а потом исчезающий все зыбко мы не можем защитить своих детей в некоторых случаях мы не можем спасти наших умирающих родителей да и мы во многих случаях не можем сами помочь себе все это действительно как пар но если мы покоряемся воле бога мы сильны в нем и с ним а без бога без христа мы никто и ничто святитель григорий великий папа римский в своих морали на книгу Иова пишет если праведный Иов предстает прообразом нашего искупителя Христа во время его Христа страдания то как же сатане говорится Господом а ты возбуждал меня против него посредник между Богом и человеком человек Иисус Христос пришел взять вину нашего преступления понести бичи нашей смертной природы но как же о том кто одной и той же самой природы с отцом отец заявляет если следовать типологическому толкованию что сатана возбуждал его то есть Бога Отца против Иисуса Бога Бога Сына когда известно что в согласии между Отцом и Сыном нет ни неравенства мощи ни различия валения однако Тот кто равен Отцу по божественности ради нас пришел для бичевания во плоти и он не смог не смог бы принять бичи если бы не воспринял обличение осужденного человека совершая его человека искупление если бы первый человек Адам не совершил преступления второй Иисус никогда бы не пришел для унизительного страдания когда же первый человек был отлучен от Господа Отца Сатаною тогда Господь Сын облегся во второго человека как второй Адам и так Сатана возбуждал Господа Отца против второго человека Иисуса второго Адама когда в раю в самой вершины праведности Он вверг первого человека первого Адама в грех непослушания если бы он не привел первого Адама через совершенный по собственной воле грех к смерти души то второй Адам то есть Христос не имеющий греха не пришел бы принять добровольную смерть плати Надо немножко объяснить это истолкование Как мы часто с вами задаем свой вопрос а разве Бог не мог спасти человечество с собственным волевым решением Зачем избирается такой сложный путь прямо тернистый путь Сын Божий воплощается на земле страдает несет поношение страдания испытывает саму смерть нас ради человека нашего ради спасения Это не значит что Бог не мог спасти мир иначе мог спасти потому что Бог всемогущий но Бог избирает такой способ который наиболее подходит нам ибо если бы Бог спас род человеческий волевым божественным решением то дьявол сатана сказал бы я победил человека Адама но проиграл Богу поэтому Сын Божий воплощается и как человек одерживает победу над дьяволом нас ради человек и нашего ради спасения И далее мы читаем 4 и 5 стих И отвечал сатана Господу и сказал кожу за кожу а за жизнь свою отдаст человек все что есть у него но простри руку твою и коснись кости его и плати его благословит ли он тебя логика дьявола буквально следующая кожа за кожу здесь подразумевается смерть детей величайшая беда его постигшая иначе говоря кожу за кожу и все что у мужа богатство или имущество а вот если угроза жизни его самого Иова сможет ли он это перенести а если он сам окажется этот Иов на краю могилы дьявол рассуждает как эгоист как конченный эгоист ну конечно для такого человека как Иов да просто для нормального человека смерть детей хуже собственной смерти я думаю многие предпочли бы сами пожертвовать своей жизнью чтобы только сохранить жизнь своих детей но у дьявола другая логика это логика эгоиста который считает что если начать умершвлять самого Иова под тяжестью собственных проблем он забудет и о детях что он их потерял и о богатстве то что он потерял и будет цепляться за жизнь любой ценой и действительно некоторые люди цепляются за жизнь любую ценой они обращаются к знахарям колдунам к ведьмам готовы продать душу дьяволу сключить какую-то сделку силами зла чтобы только поправиться но это ничего не приносит хорошего для них они губят и свою физическую жизнь потому что смерть она смерть и жизнь это не то что в руках дьявола это то что в руках божьих и их бессмертные души оказываются в аду и вот Юдиан Экланский автор конец четвертого начала пятого века своих толкованиях на книгу Иова он писал когда сатана увидел что нет ущерба твердости праведника от первых от первых нанесенных ударов то вновь предстал пред Господа и утверждал будто невелики были первые испытания и они коснулись только других людей у дьявола нечувствие полное он не может переживать или сочувствовать и он говорит он думает что это какие-то другие люди но это дети его сатана утверждал что сам Иов еще не подвергся искушению и призывал теперь коснуться его самого как если бы по обычаю ли других людей Иов воздержался от оскорбительных слов о Господе лишь из страха воспрепятствовать ими своему собственному выживанию ведь известен обычай людей терпеть малые утраты в избежание больших и нередко случается так что человек приносящий в жертву руку тем самым отводит смертельную опасность от своей собственной головы Юлиан Экланский его кончина это 455 год один из главных деятелей религиозного направления экзогетического того времени родиной Юлиана была Апулея где он родился принадлежа к знатному роду в семье мемория епископа Кампанского и всю свою жизнь он подчинял как раз экзогетическим исследованиям но не избежал и некоторых серьезных ошибок и так логика дьявола предельно проста да он как бы говорит Богу да ты попустил что Иов потерял все имущество да ты попустил то что Иов потерял всех своих детей но теперь коснись его самого прославит ли он тебя когда я был юношей и работал на заводе в городе Орехово Зуево ну там против меня местные КГБ разворачивали целую операцию там клевету распространяли грязь потому что я был единственным молодой человек не комсомолец и они всячески пытались меня выдавить завода чтобы я оттуда уволился но я с юмором относился ко всему так вот там был интересный случай один рабочий я склонен был с доверием относиться к тому что он говорил он как бы спорил со мной по поводу религии и он рассказал такой случай что его няня была очень религиозная женщина но когда она оказалась на смертном адре она испытала такие муки и когда уже она пребывала в смертной агонии и смертная тоска навалилась на нее она содрала крест и бросила от себя в сторону прямо на смертном адре она сказала мне ничего уже не поможет и вот дьявол хочет чтобы что-то подобное совершил бы июх и он как бы обговаривает с Богом условия потому что он не может ничего сделать сам если Господь ему не попустит не разрешит и шестой стих и сказал Господь в сатане вот он то есть Иов в руке твоей только душу его сбереги о чем это то есть дьявол теперь может мучить Иова но он имеет предел душу сбереги его что значит душу сбереги жизнь дьявол может его мучить Иова через болезни но жить ему или нет решает не дьявол только Бог потому что Бог всегда и всему полагает некий предел если он нам попускает какие-то испытания какие-то искушения боли вот сейчас в наше время вот эта эпидемия она продолжается и многие задаются вопросом о доколе до какого предела тут еще пожары начались в августе а где-то потопы там какие-то то что в Крыму происходило иногда люди спрашивают доколе иногда кажется нам что Бог уже ничего не контролирует он как бы устранился ему как бы нету дела до того что происходит в планетарных масштабах и тем более то что происходит с каждым из нас в отдельности но так ли это на самом деле в книге пророка Исаия 45 глава с 5 по 7 стих мы находим такие слова я Господь и нет иного нет Бога кроме меня я припоясал тебя хотя ты не знал меня дабы узнали от восхода солнца и от запада что нет кроме меня я Господь и нет иного я образую свет и творю тьму делаю мир и произвожу бедствие я Господь делаю все это как же так я образую свет и творю тьму произвожу бедствие о чем это это не о том что Бог является источником зла конечно нет это о том что Бог контролирует и добро и зло в этом мире и всему полагает предел и преподобный Иов в своем комментарии на книгу Иова пишет только душу его сбереги Бог говорит это не так чтобы предостеречь дьявола дабы тот не похитил жизнь Иова он говорит сбереги то есть будь осторожен дабы не повредить природные свойства разума Иова так Бог устроил все чтобы дьявол убедившись очевидностью происходящего признал что Иов даже будучи стеснен столькими ударами никогда не станет хулить Бога Бог повелитель и как я им часто объясняю взаимоотношения между Богом и дьяволом это не перетягивание каната сказано в послании Иакова брата Господня бесы веруют и трепещут Бог попускает дьяволу действовать и всегда полагает предел что он может сделать а что нет конечно может возникнуть вопрос а зачем это Богу разве Бог не хочет усовершенствовать нас и спасти нас без этих страданий без этих переживаний Бог это может сделать но Бог не хочет спасать нас без нас поэтому и сказано в Евангелии претерпевший до конца спасется то есть как золото огнем очищенное от всякой примеси чтобы мы предстали такими перед Богом ибо как сказано в Библии страдающий плотью перестает грешить и седьмой стих и отошел сатана от лица Господня и поразил Иова проказою лютою от подошвы ноги его по самое теме его многие исследователи говорят что вот это слово происходит от древнееврейского глагола ояв враждовать ояв враг соответственно Иов это имя слово может быть переведено как враждующий или скорее тот с кем враждуют в пассивном залоге враждуемый хотя по-русски так не говорят подвергшийся вражде со стороны кого конечно не Бога со стороны сатаны мы все на поле брани и дьявол 364 солнечных дня в году каждый из 24 часов дня обходит землю и ищет как рыкающий лев кого и как ему поглотить и шатат мировский пишет иов болен слоновой болезнью когда она поражает человека все тело его разлагается плоть истаивает черты лица искажаются исчезают ноздри а из тела постоянно сочится мерзкий кислый и едкий гной иов внушает ужас и отвращение не только тем кто с ним оказывается по соседству но и самому себе такое бывает когда разрушение организма столь поспешное что боль и неудобства которые возникают от нее изматывают человека человек устал от запаха собственного пота такое бывает когда этот запах ацетона какого-то даже а если говорить о вот этой болезни условно она называется проказа некоторыми комментариями комментаторами это когда человек заживо гниет покрывается коростой все тело зудит и текет гной и запах гниющего заживо человеческого тела сладковатый запах живого трупа то есть какая-то часть тела жива какая-то часть уже отмирает и вот когда Иов оказался в таком положении Иов это человек который враждует и против которого враждуют он враждует с дьяволом и дьявол враждует против него такое значение его имени мы читаем 8-9 стих и взял он себе черепицу чтобы скоблить себя ею и сел в пепел вне селения и сказала ему жена его ты все еще тверд в непорочности твоей похули бога и умри жена тоже не выносила этого вида этого запаха как и сам Иов едва ли мог спокойно переживать то что с ним происходило и жена проявляет такое ложное сострадание похули бога и умри как бы легкая смерть как сейчас некоторые сторонники эвтаназии они говорят ну это же сострадание человек не может так долго мучиться а тут сделают ему укол и все он спокойно уснет похули бога и умри говорит жена она говорит это из сострадания но это ложное сострадание толкователи понимают вот это слово барех буквально благослови как эфемизм означающий противоположное проклини это слово обращенное ко всемышнему ко всевышнему и смотрите что пишет это Исихий Иерусалимский это его гамилии на книгу Иова и вот поскольку изменник потерпел поражение в сражении изменник это дьявол потерпел поражение в сражении и проиграл во всех своих нападках это когда он разорил Иова умертвил его детей Иов остается верен Богу поскольку расстроились все его дьявола уловки и он лишился всех своих планов когда все пути его оказались сбитыми после уничтожения всего имущества Иова после смерти многочисленных его детей после поражения язвами его тела как последнее и по его мнению и по его мнению то есть по мнению дьявола наиболее действенное оружие он выдвигает он дьявол выдвигает против Иова его жену когда Господь принял решение сотворить жену для Адама Господь это делал для того чтобы создать помощницу для него и мужчина вправе ожидать поддержки от жены как и жена вправе ожидать поддержки от мужа а когда мы наиболее нуждаемся в подобной поддержке конечно тогда когда мы болеем тогда когда нам тяжело реально тяжело в Евангелии от Матфея 10 глава 34 по 37 стих мы находим такие слова Христа не думайте что я пришел принести мир на землю не мир пришел я принести но меч ибо я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью его ее и невестку со свекровью ее и враги человеку домашней его кто любит отца или мать более нежели меня не достоин меня и кто любит сына или дочь более нежели меня не достоин меня этот отрывок из Евангелия от Матфея не означает что мы должны не любить своих детей он не означает что мужья не должны любить своих жен конечно же нет но этот отрывок означает что надо выстраивать в жизни своей правильную иерархию ценностей ценностей что на первом месте что на втором а что на третьем и если бы на первом месте в жизни Иова была бы его жена а в данном случае она используется дьяволом чтобы погубить Иова он бы погиб его имя его история они бы пропали во тьме веков но на первом месте для него был Бог Адонай Эхад Господь Един Который превознесен над всем бесконечно и Иов живет с этой мыслью Иов начинает как бы полемизировать со своей женою 10 стих но он сказал ей ты говоришь как одна из безумных неужели доброе мы будем принимать от Бога а злого не будем принимать во всем этом не согрешил Иов устами своими сторонники эвтаназии говорят что человеку стоит жить когда у него все хорошо но когда все плохо и нет перспективы положительной зачем ему жить но жизнь проистекает от Бога он жизнодавец в Библии сказано о Боге что мы им живем движемся и существуем и он дает нам счастливые радостные годы но в его власти послать нам испытания и они не бессмысленны как представляют себе какие-то люди они имеют целью усовершенствовать нас и Юв как человек религиозный он понимает что молодость его вернется к нему как он об этом потом говорит в других главах и в день воскресения тело его сделается свежее чем в одни юности потому что все во власти Бога и все не имеет смысла без Бога и Иоанн Златоуст рассуждает неужели если мы приняли благое от Господа плохого не стерпим то есть даже если бы одно плохое следовало теперь он Господь и Владыка разве он не имеет власти наслать это почему он даровал благо не потому что мы достойны и так не будем скорбеть даже ныне будто мы страдаем незаслуженно скорее Господь должен был дать нам только плохое если же он даровал и благое на что нам сетовать посмотри как он Иов нигде не говорит ни о грехах ни о добрых поступках но только о том что Бог имеет власть поступать так как он желает вспомни о прежнем благоденстве и ты не будешь тяжко переносить настоящие беды для утешения нам довольны и того что их послал Господь не будем рассуждать о справедливости и несправедливости то есть все что делает Бог оно выглядит как плохое оно может выглядеть как плохое но как учит блаженный Августин Бог никогда не попустил бы нам зла не имея намерения и само это зло обратить в добро в процессе беседы с женой и потом с друзьями проявляются все внутренние силы духовные силы они возрастают силы Иова многострадального и все это имеет одну цель теодицея 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 это оправдание Бога когда люди обвиняют Бога почему гибнут дети почему умирают молодые почему войны почему эпидемия почему разорение книга Иова это библейская теодицея оправдание Бога Иов не спорит с Богом он принимает его волю с полным доверием и с полным упованием на него и далее мы читаем 11 по 12 стих и услышали трое друзей Иова всех этих несчастьях постигших его и пошли каждый из своего места Илифас Фимонитянин Вилдад Савхиянин Исафар Намитянин и сошлись чтобы идти вместе сетовать с ним и утешать его Кто-то может спросить а почему они не пришли по одному а пошли вместе Им нужна была поддержка Они не смогли бы один на один выдержать то состояние ужасное в котором оказался их друг и их благодетель Если хотите их кумир в таком человеческом значении этого слова И только собравшись вместе они идут к нему И подняв глаза свои издали они не узнали его Это о том что издали уже были видны вот эти перемены в его теле Это слоновость И возвысили голос свой и зарыдали и разодрал каждый верхнюю одежду свою и бросали пыль пыль над головами своими к небу И сидели с ним на земле семь дней и семь ночей и никто не говорил ему ни слова ибо видели что страдания его весьма велики В псалмах царя Давида помяни Господи царя Давида и всю крутость его 48 псалом 7 по 10 стих мы находим такие слова надеющиеся на силы свои и хвалящееся множеством богатства своего человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него дорога цена искупления души их и не будет того вовек чтобы остался кто жить навсегда и не увидел могилы то есть при всем желании один человек не может искупить другого человека и их молчание то что они сидели 7 дней 7 ночей и никто не говорил ему иову ни слова это от безнадежности у языки или 22 глава 30 стих мы находим такие слова искал я у них человека который поставил бы стену и стал бы передо мною в проломе за сию землю чтобы я не погубил ее но не нашел Бог не смог найти человека который стал бы в проломе за других людей который сделал бы крепкую стену чтобы защитить их от несчастья ибо такой человек это единственный человек это Богочеловек Христос Иисус И смотрите что мы находим далее это апокалипсис 5 глава 2 по 7 стих и видел я ангела сильного провозглашающего громким голосом кто достоин раскрыть сию книгу и снять печать ее и никто не мог ни на небе ни на земле ни под землею раскрыть сию книгу не посмотреть в нее это памятная книга Божия в понимании древних как у каждого царя была памятная книга где записано наше деяние и один из старцев сказал мне не плач вот лев от колена Иудина корень Давидов победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печати ее я взглянул и вот посреди престола и четырех животных и посреди старцев стоял агнец как бы закланный имеющий семь рогов и семь очей которые суть семь духов Божьих посланных во всю землю и он то есть Христос агнец Божий пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле вот единственный кто может заполнить пустоту и безысходность твоего страдания вот единственный который может заполнить божественным милосердием пропасть твоих согрешений это Господь Иисус Христос первое послание к Тимофею 2 5 ибо един Бог единый посредник между Богом и человеками человек Христос Иисус а люди что люди даже ангелы ведь не нашлось ни на небе ни на земле нигде кто бы мог раскрыть памятную книгу человеческое утешение оно очень слабое оно заслуживает конечно одобрения когда мы поддерживаем страдающих сказано носите бремена друг друга но источник подлинного утешения это только Бог и сидели с ним на земле семь дней и семь ночей и никто не говорил ему ни слова ибо видели что страдание его весьма велико итак сегодня досточтимые отцы и братья и сестры мы окончили с вами обзор второй главы книги Иова если будем живы Господь позволит об этом конечно надо молиться и мне и тем которые заинтересованы в этих беседах в следующий раз мы соберемся и будем читать третью главу этой книги которая объясняет почему страдает праведный верующий почему благоденствует грешник и эта книга осуществляет теодицею оправдания Бога Бог не просто так попускает сложности трудности катаклизмы военные потрясения конфликта в этом мире он никогда не попустил зла не имея намерения и само это зло обратить в добро подписывайтесь на библейский портал Экзегет чтобы вам вовремя получать информацию о новых беседах и берегите себя субтитры и субтитры и субтитры Продолжение следует...